Ну а на Дальнем Востоке сложилась порочная практика криминального вывоза биоресурсов за границу. Преступные группировки поделили море и рынки сбыта. Где скрываются хозяева этого бизнеса и кто погиб в войне за краба? Специальный репортаж Эдуарда Петрова на эту тему прямо сейчас. Незаконная добыча камчатского краба по-прежнему приносит баснословные доходы браконьерам Дальнего Востока. Прикрываясь квотами, они вылавливают его тоннами. Российский морской деликатес пользуется бешеным спросом в Южной Корее, Японии и Америке. А в России крабовое мясо недоступно большей части населения. Стоит оно таких денег, что у обывателя не возникает даже мысли о его покупке. Тем временем биоресурсам нашей страны наносится колоссальный ущерб. Более 10 лет на Дальнем Востоке идет война за квоты между конкурирующими структурами, которые работают в рыбной отрасли. Нынешние монополисты этого теневого рынка трудятся только на свой карман. Из 12 крупных рыбопромышленников 8 постоянно проживают за границей. Их суда ходят в море под флагами чужих стран. Рыбу и ценные морепродукты сбывают в иностранных портах. Квота – это ширма для выхода на охоту за российскими биоресурсами. Браконьерский флот по-варварски истребляет лососевые породы, камчатского краба, морского ежа, гребешка и трепанга. Все вот эти документы, которые оформляются на иностранные флаги, на иностранные компании, они направлены для того, чтобы создать видимость легальной деятельности. То есть там, в принципе, все за деньги делается. А за деньги тебе там зарегистрировать, что хочешь. В Южной Корее и Японии давно созданы все условия для скупки наших морепродуктов. После перегруза добычи в море с российского судна на иностранные, краб и рыба формально становятся корейским или японским товаром. Легализованный улов спокойно принимают в портах этих стран. Оплата – наличными. На сеульском рыбном рынке можно купить камчатского краба. Конечно же, контрабанного. Посмотрим, сколько он весит и стоит. Так, что у нас весы показывают? 2,5 килограмма – это 120 тысяч корейских вон, что значит примерно 100 долларов. Что касается Москвы, такой краб можно купить в любом рыбном ресторанчике и заплатить примерно 400 долларов США. На маленьких корейских рынках браконьерские морепродукты из России пользуются большим спросом. Никто не интересуется документами на товар. Главное, чтобы продукция была живой. В честь краба здесь проводят шумные фестивали. Живого камчатского краба тоннами скупают корейские бизнесмены. Местный рынок и рыбные рестораны завалены морепродуктами сомнительного происхождения. Большая часть коммерческих сделок, связанных с крабом, совершается тайно. Это выгодно и нашим представителям организованных преступных группировок и жителям Танхэ. Удивительно, но российские браконьерские суда охотно принимают в японском порту города Саппора. Здесь тоже платят наличными. Добыча красной икры на Камчатке, Сахалине и Приморье тоже находится в серой зоне. Деликатес, который оказывается в центральной части России, имеет нелегальное происхождение. А в северных морях суда с иностранными флагами, но с русскими экипажами вылавливают сельд, треску, пикшу, камбалу и палтус. И везут не в Мурманск, а в Норвегию. Так наша рыба и морепродукты становятся не нашими. А на полках российских магазинов, если и появляется морской товар, то низкого качества и по высокой цене. По данным нашего источника, сегодня в Дальневосточном бассейне работает около ста компаний по добыче краба и рыбы. Проверить, кто и сколько выловил морепродуктов на самом деле невозможно. Этим и пользуются воротилы теневого рынка. Жизнь простых членов экипажей, рыболовецких судов и краболов для них ничего не стоит. Владельцы компаний руководят бизнесом из своих заграничных офисов. Их не интересует, в каком состоянии находятся суда и безопасность моряков. Яркий пример безразличного отношения к судьбам членов экипажей – гибель судна «Восток». Последний рейс «Востока» был из южнокорейского Пусана в Невельск. Моряки продали партию краба, владелец получил деньги. А судно с людьми исчезло бесследно 25 января 2018 года в Охотском море. Жизнь человека в этом криминальном бизнесе и в войнах за квоты ничего не стоит. Александр Каранкевич работал на судне «Восток» наживщиком. Ему было 30 лет. На берегу матроса ждала мама Ирина Шаврина. Не давали звонить вообще родственникам ни по спутниковой связи, ни по какой. Только он мне мог звонить, когда, допустим, приходил в Корею и подключал роуминг. Вот тогда мы с ним разговаривали. А с парохода узнать, как у него дела, и как здоровье, и как работа вообще нельзя было, потому что он сказал, что не разрешают звонить. Родственники членов экипажа знали, что «Восток» занимается браконьерством. Моряки нередко рисковали жизнью, выходили на промысел в плохую погоду, прятались от пограничников во льдах с незаконно добытым морепродуктом. На этих кадрах обледенелое судно «Восток» с трудом преодолевает волны. За этот рейс рыбаки добыли 40 тонн краба. Груз нужно тайно сдать в Южную Корею. Там российский деликатес любят и всегда ждут. Принимает по 32 доллара за килограмм. Опасный рейс и полтора миллиона долларов в кармане. Но если бы хоть часть этих денег шла на ремонт корабля. Состояние судна очень старое. Оно с 1985 года. Его латали. Постоянно стояли они в Южной Корее на ремонте. Мне кажется, даже оно внизу, которые, они там крабы, которые это самые живые, они возили постоянно в Корею, было переоборудование. Наверное, стенки там были убраны. По документам, судно «Восток» принадлежала компании бизнесмена Алексея Яна. Как говорят родственники погибших моряков, Ян является близким партнером Олега Кана, у которого в подчинении 22 фирмы. Аэропорт Южно-Сахалинска. Июнь 2018 года. Из Японии на родину прилетел Олег Кан, миллионер и крупный рыбопромышленник. Также его считают теневым покровителем крабового бизнеса. Нам хотелось задать несколько вопросов господину Кану, но разговор не получился. Отдыхай, идей. Убери его. Охрана авторитетного предпринимателя отсекла нашу съемочную группу. Нам посоветовали не попадаться на глаза. Но угрозы нас не испугали. И мы нашли секретную базу отдыха владельца Крабовой империи. До нее можно добраться на вертолете, потом на вездеходе, а затем на лодке. Этот объект находится в Сахалинской области и под круглосуточной охраной. Проблемы, ребята, большие. Ну, если у вас большие проблемы, не надо на них, на нас, на прикладу. И делайте их вы. Побывала наша съемочная группа и в Японии. В укромном местечке у Кана построен любимый домик. На берегу маленькой речки он проводит совещание. Олег Кан приезжает отдыхать вот в этот загородный дом. Он находится недалеко от города Сапора, в живописном районе, на берегу речки. Выглядит похожим, скорее, конечно, на русскую постройку. Это такой деревянный особняк из круглого бруса. И он очень сильно отличается от типичных японских домов. Вот они на заднем плане. Которые, конечно же, не выглядят так экзотично, как особняк крабового короля России. В южнокорейском Пусане у Олега Кана есть несколько офисов. Все они расположены в небоскребах. Говорят, что свои деньги авторитетный крабопромышленник прячет здесь и в Японии. В 2000-х годах воротилой теневого рыбного бизнеса являлся Василий Наумов по кличке Якут. У него был целый флот браконьерских судов. Конфликт с сахалинскими пограничниками закончился покушением на генерала Виталия Гамова и его семью. Квартиру пограничника закидали бутылками зажигательной смесью. Сын и супруга выжили, а Гамов скончался в больнице. А через некоторое время конкуренты расправились и с самим Якутом. Он был убит в южнокорейском городе Пусан. После чего вся крабовая империя Василия Наумова пришла под контроль других криминальных структур. По словам надежного источника, на Дальнем Востоке появился новый крупный рыбопромышленник Олег Кан. За это время он успел сколотить крупный капитал и обзавестись офисами в Южной Корее и Японии. Сейчас Кан главный игрок на рынке морепродуктов. От него зависит, кто и где будет добывать краба, гребешка, морского ежа и трепанга. Официальная прибыль достигает десятков миллиардов рублей ежегодно. Фактически Кан продолжает осуществлять действия по монополизации дальневосточного рыбопромышленного комплекса с использованием противоправных методов. Так сложилось, что на Дальнем Востоке в основном трудятся русские экипажи на кораблях с флагами других стран. Сделано это для того, чтобы не платить в России никаких налогов и не отчитываться за вылов морепродуктов в наших территориальных водах. Владельцы судов проживают за границей и вся прибыль от продажи нашего валютного товара краба и рыбы оседает на их зарубежных счетах. Об этой теневой схеме известно представителям силовых структур региона. Краба воруют в России, а сдают его за границей. У них же там нету практически таких объемов, как у нас. Если его, этого краба, украли у нас в России, то им-то как бы это особо их не тронуло. Это не их там природная окружающая среда подвергается какой-то опасности. Это воровство процветает не у них в водах, а у нас. А когда в порт оно заходит, там на него предъявляют документы о якобы законности происхождения, они эти документы пропускают. Возможно, очень скоро в отрасли наведут порядок и распределение квот будет проходить на открытых аукционах. Преимущество получат компании, которые вкладывают деньги в свой регион, строят флот, рыбоперерабатывающие заводы и создают рабочие места. Не исключено, что корабли с нашими моряками, которые ходят под флагами других государств, уйдут в прошлое. А значит, рыбы и морепродуктов в России станет больше, и они будут стоить дешевле. Эдуард Петров, Павел Брыкин, Алексей Щеголев, Дмитрий Фролов, Александр Бекаревич. Специально для программы «Вести. Дежурная часть». Спасибо.